Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyAjit.ru. У нас на днях вышло видео, в котором я сильно матерился по поводу некоторых вопросов, которые задают покупатели. Сегодня возник такой вопрос как раз по поводу новой тары Honda. Honda H-CF2. Это новая маркировка, новый бачкод. Напомню еще раз, что бачкод на японской таре в верхней ее части наносится, ну и в нижней тоже, наносится не для покупателей, не для вас. Он наносится для логиста, для того, чтобы логисты могли понять, где был сделан продукт, на какой линии, вернее, какая смена была сделана, ну и в том числе для арбитража это делается. Как перемещать его, как хранить и так далее у себя на складах. Это сделано не для покупателя. Эти бачкоды, они специально зашифрованы, специально зашифрованы данные у них, там номер партии, номер смены и номер, когда был сварен продукт, вернее, дата производства, дата заливки и так далее. Некоторые вещи, которые мы с вами очень сильно любим расшифровывать. Это тоже национальная, российская наша с вами забава. В общем, это все сделано не для покупателей, а сделано все это для логистов. Поэтому я всегда, всегда, настоятельно советую вообще не смотреть на бачкод, который указан на верхней части упаковки 4-литровой японской тары, литровой тоже в том числе. На нижней части банки, на 4-шке, есть клеево производителя тары, на Гауссекан. Оно остается неизменным, и его способ маркировки и зашифрованные данные в течение уже лет так-э-так, ну, 10 минимум. Поэтому на нее ориентироваться можно. Эта дата, когда была сделана металлическая тара, наносится только на 4-литровые канистры. Давайте сейчас покажу вам еще раз. У меня гайд здесь полная расшифровка, я в описании к этому видео еще размещу расшифровку, чтобы вам там не искать долго. Там будет расшифровка полная по дате производства тара. Здесь у нас конкретно первая цифра 3 – это год, соответственно, год 2023, потом идет 2-0, это, соответственно, 0, вернее, идет. Это получается у нас октябрь, 10-й месяц маркируется так, и 6-е число. То есть в 2023 году была сделана тара, в октябре 6-го числа. А розлив тары сделан следующим образом. Я сейчас расскажу. Вот опять же тоже делают ту же самую ошибку, потом люди начнут там все это разбираться в этом. Короче, смотрите, здесь указано уже в европейском стандарте 23-й год, 10-й месяц, октябрь, соответственно, 11-е число. С момента производства тары до момента розлива прошел у нас, сколько прошло у нас, 6-й, 5-й, 5-й дней. Ну, что в пределах разумного. А вот еще раз, прямо настоятельно, настоятельно советую вообще просто забудьте эту маркировку на верхней части банки, выкиньте ее из головы. Про хранение продукта можете отталкиваться от даты, указанной на нижней части банки, потому что здесь дата указана и с ее момента производства тары до момента розлива. Как правило, уже по нашему опыту за последние 16 лет происходит примерно розлив в течение 3-4 дней. От ноля дней максимально доходило до 30, когда были ковидные времена, когда были локдауны, когда там люди стояли, предприятия. Ну, в среднем примерно 3-4, 5-6 дней примерно, это нормально. Вот, от ноля дней тоже, потому что завод Нагалс и Канна, два завода у них находятся, достаточно далеко от предприятий, которые производят непосредственно продукты. Это примерно около, ну там, от 500 до 800 километров. Это все, с утра выезжает машина, вечером уже приезжает и все это уже упаковывается. Вот, так вот такая ситуация. Поэтому, эту маркировку я вам рассказал, эту тайну. Вообще, на самом деле, это новая маркировка, и маркировки новые бачкоды появляются спонтанно, независимо от того, хотим этого или нет. Еще раз напомню, это вам не нужно, можете просто на это закрывать глаза, эти данные вам не нужны, это не для покупателей сделано. То же самое касается и европейской тары. Даты производства и даты хранения. Самый популярный вопрос, сколько можно хранить моторно-трансмиссионные масла. Современные технологии позволяют добиться очень высокой колодной стабильности продукта, Поэтому, если вы покупаете масло в закрытой упаковке, то вы можете смело рассчитывать на его характеристики, заявленные в течение 10 лет. Это я вам заявляю с полной ответственностью. В течение 10 лет масло может храниться абсолютно нормально. Почему указывают там 3-5 лет, кстати, указывают 3-5 лет абсолютно одинаковые продукты в Японии, просто сделанные там разными структурами. Например, делают там HMMF, там Enneos Holding или Edemits, указывают 3, а другие 5 лет на один и тот же продукт. Потому что это просто стандарт, это отраслевые, это указывается по стандарту, то есть так надо указывать. А как на самом деле дело обстоит? Дело обстоит так, что в течение 10 лет при таре закрытой хранится может продукт абсолютно нормально. И при этом температурный режим, но если там не до абсурда не доводить, если он не будет стоять на какой-нибудь крыше дома под палящим солнцем все время. Если не доводить до абсурда, если хранить его там в закрытой таре и в помещении в темном, вот, не без доступа влаги, если на него дождь не будет постановиться и так далее, то ничего себе не будет. Если будет попадание небольшой влаги внутрь продукта, это проблема большая на самом деле, потому что они очень подвержены тогда получается химической деградации продукты, любые абсолютно сваренные по современным, в современных базах, если в них попадает вода. Поэтому, если вода не попадает, если продукт хранится в сухом помещении, то вообще ничего с ним не будет, 10 лет можете смело использовать, даже не задавайте такие вопросы, мне поставлены эти вопросы, они уже, честно говоря, под бояльной маленькой. Потому что люди спрашивают, типа, там, а вот год остался до сухого хранения, до кончания, там, можно ли его убрать, там, или там, срок годности прошел на месяц, можно ли его использовать? Можно. Можно в 10 лет его с момента производства тары даже отталкиваясь от него, можете 10 лет смело использовать, вообще ничего не станется, мы делали анализы масла, вот и, ну, некогда времени, некогда сделать это видео, выпустите, у меня даже анализы есть масла, сделано в 74-м, по-моему, когда году банка сделана, в 79-м, не помню, делали анализы масла, мы эльфовского масла, и все показало нормально, можно его использовать, хоть сейчас. Так что, вот эта тара, я вам показал, вот эту, маркировку эту, блин, забудьте про нее, не обращайте на ее внимание, просто, если у кого-то возникают вопросы такие, а у нас есть любители, которые хотят поиграть в мистер Энигму, в мистер Вопрос, в мистер Квест, разгадать все, ребусы, когда едут на дачу, там, эту банку рассматривать, чтобы вместо этой консворда, например, не делать этого, не делать, и потратьте время свободное, что-нибудь более полезное, сейчас лето, вон, походите на рыбалку, что-нибудь полезное сделайте. В общем, видео стало для вас интересным и полезным, надеюсь, еще раз напомню, что отталкиваетесь от даты производства тары, на нижней части упаковки и верхней части, не смотрите на четырешках, на литрушках тоже самое, литрушки, кстати говоря, не маркируются по дате производства тары, к сожалению, к огромному только четырешке. С вами Антон Воронков, всем пока!